Александр выкопал пруд для детей, детишки купались, тут же рядом поставили баньку, парились в бане. Ну в общем, очень весело, детям самое главное понравился этот праздник, взрослым тоже загорали, погода у нас прекрасная. Тут будет у нас общая поляна, поселение, будет у нас баня, пруд уже есть, баня уже тоже есть, полянку мы тут подготовили. А были ли у вас трудности в подготовке к празднику, то есть какие-то определенные застой, не знаю, может творческие кризисы? Нет, не было трудностей в подготовке к празднику. Еще есть вопросы. Много ли ресурсов на это уходит? Нет никаких ресурсов, позвали соседа, он бесплатно, ну не бесплатно, а в дар, выкопал пруд. Взяли косу там, выкосили все. Еще есть вопросы? Куда вы, товарищ корсомольчик, не уходите, подождите, останетесь с нами. Вы записывайте, записывайте. Вы из какой газеты? Комсомольская правда. Я так и знал. Вы похожи на комсомольца. Мы там просто все такие не обученные. Как там комсомольцы поживают? Да, вот, говорят, после революции им стало не очень. Как, кстати, вы относитесь к социалистическим идеям? К социалистическим идеям отношусь сугубо положительно, потому что, ну... Задолбал это капитализм? Да, на мой взгляд, капитализм это что-то из ряда вон, особенно в нашей стране с ее ресурсами, с ее территорией. То есть... Ресурсы народные, территории народные, какие-то капиталисты непонятные тут все это присваивают. Просто если страна маленькая, в ней еще можно организовать более-менее, ну, адекватную работу капитализма. А у нас людей мало, земли много, соответственно, людям хочется земли. Людям хочется ресурсов. То есть, нужно правительству, так как у нас по Конституции народ является единственной властью, мы здесь власть, то нам нужно дать землю безвозмездное пользование, не облагая налогами. Правильно? Да. Минимум по гектару на человека, чтобы тут все было в родовых поместьях, в цветущих садах. Тогда Россия станет культурным, духовным центром всего мира. Сюда будут ехать туристы, они уже начинают ехать? Ну, это получается как индивидуальное развитие своей земли. То есть, каждый человек на своей земле что-то обустраивает. И это должно, ну, в какой-то мере это может ускорять, какой-то замедлять прогресс, но... В общем, это должно способствовать оккультуриванию территории и ее обустроению. Вот. Ну, согласен с нашим корреспондентом с Комсомольской правдой. Я тоже поддерживаю принятие закона о родовых поместьях. Никакого-то там дальневосточного гектара, потом непонятно, какие они налоги тут наложат на нас, на всех. И чем это все закончится. Даже народ, ну, не ведется на эту тему. Поэтому нужно принимать народный закон о родовых поместьях. Земля, не облагаемая налогами. Деды наши проливали свою кровь за эту землю. Для того, чтобы нас, их детей, облагали тут налогами каким-то... Кремлевские боты. Боты. Да, или кто они там? Лидии в черном. Потому что по Конституции народ является единственной властью. И у нас социальное государство. Так как был Ельциным незаконный захват власти, у нас на данный момент пока что даже по международному праву, везде проходит даже 810-й код валюты у нас идет, СССР у нас. И на территории СССР создана федерация Арефия. А, ну это что-то... Государство в государстве. А по международному праву у нас сейчас до сих пор СССР. Поэтому я предлагаю все-таки выдать землю народу. Ленин обещал дать землю народу, обманул. Поэтому вестись на революцию тоже на всяких Навальных смысла нет. Они нам устроят революцию, опять ничего не дадут. Поэтому надо, что надо там, Виталий, делать? Надо объединяться к народу и требовать исполнения от чиновников. Если ты идешь к чиновнике, то ты являешься слугой народа. Твоя задача выполнять все требования народа. И чтобы они выполняли свои полномочия.